Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Все сейчас говорят про золотой крест на биткоине, а мы на нашем канале добавляем то, что линии CPR крайне сильны, и что на 4-х часовом графике биткоина падающий клин отыгрывает прорыв цены биткоина вверх. Что это все значит для биткоина? Сегодня поговорим о том, куда цена, возможно, направляется в немедленной краткосрочной перспективе и среднесрочной перспективе. Ну а в конце я покажу тебе кое-что очень интересное не только для биткоина, но и для каждого, кто хочет на нем учиться торговать. Поэтому не будем долго начинать и переходим сразу к делу. Но не забудь, кстати говоря, подписаться, если еще не подписан. Почему-то каждый третий зритель моих видео не подписан на канал, поэтому сделай это прямо сейчас. Наша цель – 300 тысяч подписчиков. Сейчас нас уже 212 тысяч. Большое спасибо за такую поддержку. Начнем с недельного графика биткоина. Мы уже несколько дней подряд говорим о том, что если цена биткоина не упадет ниже уровня 0.382 по Фибоначчи, а это около 42 760 долларов, то главная криптовалюта все еще будет выглядеть побычи для меня. И теперь посмотри на это. Даже несмотря на недавние манипуляции крипторынком с помощью фейковых новостей о лайткоине и валмарт, цену не удалось сбить ниже этого уровня. Мы удержали его, причем не просто одной неделей, но и второй неделей тоже закрылись выше него. И мы с тобой на этом канале оказались одними из тех, кто прогнозировал эти движения еще до того, как цена биткоина даже достигла этого золотого сечения вот здесь. Ты это помнишь, если смотришь мои видео? Мы говорили, что при достижении этого золотого сечения цена биткоина должна протестировать уровень 0.382 по Фибоначчи. Так написано в учебнике и так было на практике, как ты видишь. Также на недельном таймфрейме цена биткоина выглядит очень позитивно. На MACD мы видим вот это бычье пересечение. Также он находится на зеленой территории. Это позитивный сигнал. Индикатор T3CCI также находится на зеленой территории. Это тоже позитивный сигнал. И, наконец, индекс силы движения также показывает нам вот это бычье пересечение. Тоже очень бычий сигнал. Даже эти падения, которые мы наблюдали недавно, не изменили того, что на недельном графике ситуация под контролем именно быков. Кроме этого, заметь, что мы дважды оттолкнулись от этого уровня 0.382 по Фибоначчи вот здесь. Две недели подряд мы отталкиваемся от него вверх. И сейчас цена биткоина вот здесь находится выше уровня 0.5 по Фибоначчи. Если эта недельная свеча биткоина закроется выше этого уровня, то следующей целью будет опять же-таки золотое сечение по Фибоначчи. Пока цена биткоина не уйдет ниже уровня 0.382 по Фибоначчи, я все еще буду по обычаи настроен на среднее и долго сроки биткоина. Понятное дело, на краткосроке может быть что угодно. А теперь я хочу поговорить про золотой крест, о котором уже рассказали все, кроме меня. Весь YouTube это уже обсудил. Но меня, если честно, он не очень сильно возбуждает. Но, тем не менее, я хочу его прокомментировать. На дневном графике только что появился этот сигнал. Золотой крест. На графике биткоина мы видели такие сигналы уже не раз. Я обозначил желтыми вертикальными линиями каждый момент, когда на графике появлялся золотой крест. Что он означает? Все говорят, что в прошлом появление такого золотого креста означало взрыв цены биткоина. И это действительно так. Вот пара таких примеров. Например, вот здесь появился золотой крест и начался вот этот безумный рост. Или, например, вот здесь появился золотой крест, начался рост. Но, например, здесь тоже появился золотой крест, но почему-то после него произошло вот это масштабное падение. Справедливости ради из-за коронавируса. Событие, которое называется черным лебедем, непредсказуемым никем. Также в июне 2014 мы видели вот этот золотой крест, после которого был медвежий рынок вообще. Так что это не стопроцентная гарантия того, что сейчас попрет вот такой рост. Но так или иначе, в большинстве случаев золотой крест предзнаменовал собой массивный рост биткоина. Поэтому и сейчас его появление дает нам надежду на позитивный средний и долго срок. Но его появление сейчас не значит, что мы начнем расти вот такой прямой линией. Нет, откаты и коррекции все равно будут. Не бывает вот такого роста. Почему-то все думают, что рост бывает только таким. Но на самом деле рост это вот такая вот закорлючка. Также на дневном графике я вижу очень интересную ситуацию, которая связана с 20-дневными и 50-дневными средними скользящими. Где 50-дневная это вот эта нижняя, я ее обозначил белой линией. А 20-дневная, соответственно, вот эта синяя, которая сверху. Они показывают нам очень хороший сигнал прямо сейчас. Почему же? Заметь, цена биткоина нашла свою поддержку на 50-дневной средней скользящей. Посмотри, отскакивала от нее постоянно. И самое главное, что сейчас цена биткоина находится уже выше 20-дневной. Очень важно, чтобы сейчас эта дневная свеча закрылась выше этой 20-дневной средней скользящей. Если она закроется выше нее, это будет большим хорошим сигналом для биткоина. Почему? Достаточно посмотреть на предыдущие ситуации в прошлом. Посмотри, цена биткоина нашла свою поддержку именно на 50-дневной средней скользящей. После того, как она закрылась выше 20-дневной средней скользящей, рост продолжился. Вот еще одна такая же ситуация. Цена биткоина нашла свою поддержку на 50-дневной средней скользящей. Когда она закрылась выше 20-дневной средней скользящей, после этого рост продолжился. И вот еще одна такая же ситуация. Цена биткоина нашла поддержку на 50-дневной среднескользящей и закрытие выше 20-дневной среднескользящей после этого привело к продолжению роста. Но заметь, что как только 50-дневная среднескользящая превращалась в сопротивление, как например вот здесь, нас ожидало падение биткоина. И сейчас мы видим, что биткоин нашел поддержку на этой 50-дневной среднескользящей и сейчас пытается закрыться выше 20-дневной среднескользящей. Закрытие выше этой среднескользящей будет хорошим сигналом на то, что цена биткоина продолжит расти Кроме этого, на дневном графике биткоина мы видим еще одну интересную ситуацию Давай я пока уберу этот фрактал отсюда Мы говорили об этой фигуре расширяющегося дна уже не один раз Еще даже тогда, когда прорыва цены биткоина из нее даже не наблюдалось Как видишь, даже на недавних манипуляциях ценой биткоина Биткоин находил свою поддержку именно на верхней трендовой линии этой фигуры Посмотри, любые свечи закрывались выше нее Только лишь тенями опускались немного ниже Это настолько красиво и потрясающе, что я с каждым днем влюбляюсь в технический анализ все больше Прямо сейчас мы видим точно такую же фигуру расширяющегося дна на биткоине Который обозначил розовыми линиями Где нижняя служит в качестве поддержки, а верхняя в качестве сопротивления Если мы посмотрим на поведение биткоина в этой фигуре То заметим абсолютно идентичное поведение на то, что мы видели в прошлой фигуре Прямо сейчас, если мы возьмем и скопируем это движение биткоина на то, что сейчас у нас есть То мы можем предположить, что цена биткоина может еще раз протестировать эту нижнюю линию на предмет поддержки Перед этим, вот здесь и вот здесь она выступала поддержкой, как мы видим В этом есть какой-то смысл Если очередной тест этой линии на предмет поддержки окажется успешным То нас ожидает продолжение роста Если что, это около 42 680 долларов На 4-х часовом графике биткоина, как мы уже несколько дней назад подметили Появлялся нисходящий клин На примере из теории, такие фигуры обычно заканчиваются прорывом цены вверх Так и произошло сейчас Вот нисходящий клин и прорыв цены вверх Что я здесь ожидаю? Я думаю, что перед продолжением роста мы должны проверить верхнюю границу этого клина На предмет поддержки, чтобы понять, был ли это настоящий прорыв или фейковый, как это часто бывает Также, если мы посмотрим на индикатор CPR, который обозначен здесь трехпунктирными линиями Мы о нем уже не раз говорили То увидим, насколько же сильными линиями поддержки являются эти отметки CPR Посмотри, мы протестировали первую линию на предмет поддержки вот здесь Потом вторую на предмет поддержки вот здесь И третью на предмет поддержки вот здесь В итоге, после всех этих движений, цена биткоина таки отталкивается от всех линий CPR. Поэтому, если ты расставлял ордера по этим уровням CPR, то ты сейчас в неплохом плюсе. Поздравляю. Я думаю, что сейчас цена биткоина должна вернуться и протестировать как минимум верхнюю линию CPR еще раз, перед тем, как продолжить движение вверх. Возможно, цена биткоина перед тем, как выбрать направление движения, проверит все эти линии на поддержку снова. Учитывая все факторы, я думаю, что после этой проверки движение на среднем сроке будет вверх, а не вниз. На краткосроке же я не удивлюсь, если увижу ретесты всех этих уровней. Если все эти ретесты будут успешными, нашей верхней целью является 50,5 тысяч долларов. А затем, если этот уровень останется поддержкой, то нашей второй целью будет уровень 52 690 долларов. Нижними же целями являются уровни, которые располагаются на линиях CPR. Это около 46 тысяч долларов, 45 тысяч долларов и 43 900 долларов. Итак, теперь, когда мы разобрались со средним и кратким сроком для биткоина, я хочу показать тебе некоторую метрику с канала Trade Confident, которую он поделился буквально сегодня. Эта метрика сейчас выглядит очень позитивно для биткоина. Итак, первая метрика называется эмоциональный индекс. Он обозначен синим графиком, а белым нарисована цена биткоина. Мы видим, что эмоциональный индекс рынка сейчас находится почти на самых минимумах с начала весны этого года. Сейчас индекс находится в диапазоне тревоги. Это очень хорошие новости для нас. Я уже не раз говорил о том, что лучшее время для покупки тогда, когда рынок находится в состоянии страха. Как видишь, этот индикатор до поля страха еще не добрался. Ну и диапазон тревоги уже хорош для покупки. Если бы у меня была, например, 1000 долларов, то первые 200 долларов я бы вложил в биткоин уже в диапазоне тревоги. В диапазоне страха и ужаса я бы вложил еще 400 долларов. А остальные 400 оставил бы на случай всяких черных лебедей и прочих манипуляций, чтобы докупать потенциальные просадки. Также на этом графике можно заметить еще кое-что интересное. Как только эмоциональный индекс поднимается до отметок возбуждения и особенно жадности, нам нужно продавать. И как ты видишь, цена биткоина после таких скачков этого индекса действительно корректировалась. Отличный способ торговать на биткоине и других активах. И это видно также и на втором графике. Вот на этом. Он показывает поведение китов и умных денег на рынке с апреля этого года. Здесь белым графиком обозначена цена биткоина, а диаграмма показывает покупки или продажи крупными деньгами. Сейчас мы видим, что они покупают. Но теперь посмотри, когда эмоциональный индекс растет до отметок возбуждения и жадности на рынке, крупные деньги наоборот продают. И наконец, последняя метрика – это лонговые позиции против шортовых. Здесь также наблюдается позитивная тенденция для биткоина. Цена биткоина здесь падала, а лонговые позиции наоборот растут. Это позитивная корреляция, что хорошо. Было бы плохо, если бы нападение биткоина и лонговых позиций становилось бы меньше. Как, например, вот здесь. Цена растет, а лонговые позиции падают. Это негативная корреляция, которая приводит к падению цены. Сейчас она позитивная. Что ж, ребята, на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, это видео было тебе интересным, полезным или хотя бы познавательным. Если это так, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok